Есть лечение в благости, в страсти и в невежестве. Они все приемлемы, но лучше лечиться в благости. Например, лечение в невежестве – это водка с муравьями. Яды – это тоже лечение в невежестве, но это все приемлемо. Яды тоже могут лечить, и водка может лечить, но лучше этим не лечиться, этим методом. Есть особый вид лечения, который меня начнут критиковать, если я сейчас о нем расскажу. Но он есть, все равно существует. Когда человек не может, ему ничего не помогает, он находится в терминальной стадии заболевания, то есть, допустим, там рак четвертой степени, он может попробовать один метод, который иногда помогает. Это значит, что он берет свою собственную мочу, разбавляет ее кипятком в три раза где-то и пьет. А голодный желудок. Что происходит? Организм лучше понимает свои собственные яды. В моче скапливается яд, и человек чувствует этот яд, выпивая его. То есть, получается взрыв в организме. Есть еще подобный метод, называется аутогемотерапия. Это врачи используют. Они берут кровь человека и мужа вливают под кожу. У него возникает семьячок, и у него в организме температура повышается, наступает взрыв иммунитета. То есть, иммунитет начинает работать сильно, человек может вылечиться. Понятно, да? Точно так же действует моча, но только когда уже ничего не помогает. Не нужно ее, вот как, знаете, был такой взрыв, как бы уже употребление мочи. Один мужик ко мне подходит, такой говорит, Олег Геннадьевич, я знаю один метод лечения, который лечит все болезни. Это факт, когда человек пьет собственную мочу, у него как будто, у него, она действует как гормональная терапия. То есть, все сразу перестает болеть. Но человек входит в энергию невежества, понимаете, потому что это из нижних центров пища, она приносит невежество. Но человек тупеет. И он мне говорит, Олег Геннадьевич, я не болею. И он такой близко ко мне подошел, так стоит и чувствует, не просто брет этой мочой. Я говорю, я, наверное, не смогу воспользоваться вашим методом. Вот это лечение, когда люди вот так голову вам берут, вот так вот кости, ну так вот давлением, да? Это называется интересно ориентированная терапия, да? Нажимают на какие-то места, ставят вам руки правильно там и так далее. Это лечение, оно помогает человеку под психических зажимов. Бывают, скапливаются зажимы какие-то психические, они вызывают какие-то заболевания. И вот эта методика, она убирает эти зажимы. Понятно? Это тоже древний метод. Если у человека красное лицо, он не может по ночам спать, ему жарко постоянно. Если он гневливый, на всех орет, вот, у него лишний вес, он поправляется, ему жарко, он кричит на всех, не может по ночам спать. Ему нужно, знаете, какое лечение? Пиявками. Если он будет ставить на ноги, именно только на ноги, пиявки, то у него проходит вот этот жар, и ему ли хорошо становится, легко. То есть лишняя ненужная кровь отсасывается, и жар вместе с ней из тела уходит. Весь жар в организме копится в крови. Запомните. Горячая кровь, говорит. Вот. Если человек чувствует, что у него плохой иммунитет, ему холодно жить, постоянно он мерзнет, вот, у него ничего не переваривается, и у него депрессняк, то есть нет сил жить, то такой человек может вылечиться с помощью пчелок. Это апитерапия, когда пчелы жарят. Такой метод лечения тоже есть. Это древний способ лечения. Знаете, он тоже помогает. Если человек чувствует, что у него постоянно горло заложено, насморк, слизь во рту, в носу, у него плохо все переваривается и тошнит его постоянно, ему плохо, этому человеку нужно делать клизмы или рвотные. Ну, то есть ему нужно делать такую методику, когда или слабительные, или клизмы, или рвотные, одно из трех. Эти методики, они помогают избавиться от токсинов в теле. Но это лучше с врачами уже советоваться. В древней медицине, не только в Айурведе, даже в России, земские врачи, они всегда лечили с помощью этих методов, которые вам перечисляют. Потому что эти методы по-настоящему лечат. Они дают человеку здоровье. Спасибо.